меня сейчас слышите вы меня не слышите да я спрашиваю мы все записываем выставляем в интернет вы не против против или не против и вам плохо слышно меня плохо слышно скажи не против опять губами шевелите вы громче говорите это громче говорите я с другого наберу номера плохо слышно кого меня плохо слышно или вас вам меня ну ладно говорите что пришли с какой целью ну вопрос есть не можно давайте как отвергнуться себя и взять свой крест без этого нельзя это первый шаг перед тем как идти за господом сядь на бумаге и запиши кто ты есть напиши когда родился что тебя больше всего интересует какой твой характер сам себе оценку дай и теперь спроси людей к вот так кому-то покажи скажи вот такой я вам нравлюсь или нет и ты что людям не подходит ты разберись почему не подходит может они не верующие и тогда от ненужного отойди все свои претензии там высокомерие бывает человек курит пьет на ругается растопщик от себя это отбрось чтобы у тебя было место голое для того чтобы господь там поселился ясно спаси христос ну да и как как покоятся чтобы не грешить а то в одном и том же каются ну как как не грешит это если рожденное свыше тебе противно это будет написано рожденное от бога не грешит а дальше на написано и не может грешить ему это противно еще он будет грешить то когда христос его спас у него небо засияло он бьет глазами а там тьма где был зачем же он туда опять полезет то значит ничего у вас и не было опять то же самое делаете это обман один раз рождение бывает один раз и рождение свыше тоже один раз и человек если знал бога и куда-то идет отвергнись себя возьми крест и следуй за ним вот три ступеньки говорите что еще нужно ну вот что считается как что человек взял крест почему это видно что именно взял крест человек крест страдания какие у тебя есть или ты болеешь там или гонения какие-то или пленения это много было человек в плену это крест страдания бывает в семье там у тебя недопонимают дети против тебя ты благодари бога за все убивать никого не надо пусть живут это крест который бог возложил на человека а будь ты другим то и по другому было бы денег много девать некуда тут у тебя всякое шалавах на тебя будет смотреть положительно вот у меня страдания болезнь я не могу едва хожу я благодарю бога а если бы почему потому что я тысячи километров исходил когда моложе был тысячи километров не 10 не 20 и поэтому естественно и через это господь приближает к себе я прошу бога что помоги господи перенести это все это мой крест вот так спаси христос аллилуйя молодец хорошо говоришь а вы с нами вместе бываете на молитве утром нет я вам один раз только звонил от 23 февраля но те я вам и все материалы то скинул когда у нас молится все но я и так заходил но и заходите каждое утро через два часа у нас дозвон делается и на молитву собираемся два часа пройдет мы опять на молитве там не больше 15 минут у нас народ очень хороший писание знают любят друг друга спешат на помощь проповедуют то есть это все христианские качества это вы максимум являетесь да ну с богом если что будет опять позвоните четырех ночи до четырех дней по москве запомните вас сейчас я помню сколько вас сейчас времени ну у нас сейчас сколько время я сейчас скажу минуточку 12 часов 55 минут час от москвы 4 часа разница а вы где-то там на пасеке находитесь это ваши пчелы на пасеке а где вы живете ская область какая ская не понял кая кая реком харьковская харьковская так это украина ну а мы-то в сибири у нас мед славится на все на весь мир какой мед здесь я был в грузии там хороший мед но они говорят ваш мед лучше у вас дольше зимовка поэтому качественный мед заготавливают сюда да у вас в Харькове то там сейчас там военные действия идут да вот к нам еще очередь не пришла пока ну помоги господи помоги надейтесь на бога господь все усмотрит кому что дать ну что тогда максим с богом я заняты а я отхожу все с богом аллилуйя